В Кызлардинской области на озере Камыстебас под лед провалился автомобиль УАЗ. В салоне находилось 7 человек. Четверо погибли на месте, трое успели выбраться из полыни самостоятельно. Автомашину водолазы обнаружили на глубине 7 метров. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей по всей стране. О том, как работают алматинские ЧАЭСники, чтобы предотвратить подобную трагедию, расскажет Денис Зимцов. Пострадавшие на озере Камыстебас заядлые рыбаки. Лед толщиной всего в 25 сантиметров не остановил любителей зимней ловли. В итоге четверо погибших и трое пострадавших. Подобные случаи далеко не редкость не только за чертой города, но и в его пределах. Это оповещение сегодня звучало для жителей прибрежных зон в Алматы. Сотрудники городского департамента по ЧАЭС предупреждают горожан об опасности пребывания на замерзших водоемах. Спасатели раздали алматинцам памятки и оградили опасные зоны специальными табличками и лентами. Одним из таких участков стало аэропортовское озеро. Проход по льду запрещен. Такие таблички и сигнальные ленты установлены вокруг всего озера. Однако, судя по многочисленным следам, оставленным людьми на заснеженном водоеме, напрашивается вывод, что далеко не все соблюдают меры безопасности. На берегу озера находится спасательная станция, где днем и ночью дежурят водолазы. По их словам, несмотря на все предупреждения, люди все же ходят по льду. Есть и те, для кого такая прогулка оказалась последней. Провалились два школьника. Наш спасатель обоих достал с помощью спасательной доски. Вызвали скорую. Провел реанимационные действия, искусственное дыхание. Но один из школьников все-таки по дороге в больницу скончался. Для детей ледяной водоем – это настоящий аттракцион, на котором появляются стихийные катки и горки. Городские власти пытаются бороться с опасным увлечением и посыпают скользкие места песком и солью. Однако даже сами родители признают, что любопытных ребятишек это не останавливает. Дети в доме говорят, что все хорошо, мы это не будем делать. Только они за порог, они делают по-своему. Спасатели рассказали, что нужно делать, если человек все же провалился под лед. Эти рекомендации в критической ситуации могут спасти вам жизнь. Надо пытаться раскинуть руки пошире, стараться спиной, желательно спиной, барахтая ногами, стараться вылезти на лед, вылезти на лед. А тот, кто оказался свидетелем рядом, если они шли, предположим, вдвоем, должен, как я сказал, подать ему либо шарф, либо куртку, либо ветка, если есть такая, и пытаться его вытащить в ту сторону, откуда они пришли. Городской департамент по ЧАЭС призывает алматинцев беречь себя и соблюдать меры безопасности. Денис Зимцов, Мурат Тайжанов, Телеканал Алмата.